Сегодня я хочу вместе с вами открыть второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, вторую главу, где Павел пишет о последних днях, о последнем времени. И Павел описывает трудности, сложности, испытания, через которые пройдут люди, живущие в последние дни. И вот среди прочего Павел пишет, восьмой стих, вторая глава, второе послание к Фессалоникийцам. «И тогда откроется беззаконник». Это слово «беззаконник», «нечестивый», «нечестный». Вот откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. То есть до пришествия Христа вот этот беззаконник будет находиться на земле. И девятый стих говорит, «того, которого пришествие под действием сатаны», то есть этого беззаконника пришествия под действием сатаны будет со всякой силою и знамениями и чудесами ложными. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Я прочитаю эти стихи по современному переводу. Вот девятый стих в современном переводе так звучит. «Явление злодея», то, что в синодальном переводится как «беззаконник», «явление злодея – дело рук сатаны, и оно проявится во всякого рода знамениях и во всей силе ложных чудес». Здесь, когда в греческом языке стоят эти ложные чудеса, вот это слово «псевдо», «псевдо», то есть это вымышленные чудеса, то есть чудеса придуманные, псевдо-чудеса, ненастоящие чудеса. «И во всей силе ложных чудес, во всяком злом обмане», продолжает апостол, «на него попадутся идущие гибели за то», «на него, на этот обман, на эти псевдо-чудеса, псевдо-знамения, поведутся идущие гибели за то, что отвергли любовь к истине». То, что у нас в синодальном переводе звучит как «любви истина», здесь как бы более ясно. «Они отвергли любовь к истине, благодаря которой они были бы спасены. И потому Бог дает им подпасть под власть обмана, чтобы все те, кто не поверил истине и выбрал зло, поверили лжи и были таким образом освобождены». И вот здесь Павел показывает, каким образом люди оказываются во власти обмана. И причина, что люди живут во лжи, не потому, что они глупые, или малообразованные, или малоинформированные. И вот какие-то, может быть, такие недотепы. Вот все как-то не могут до конца понять. Причина того, что в последние времена, в последние дни люди будут находиться в обмане. Смотрите, я еще раз хочу вам прочесть вот этот десятый стих. «Они не приняли любви истины». Или в современном переводе говорится «отвергли любовь к истине». И вот, знаете, само выражение «любовь к истине». Чтобы знать истину, нужно любить ее. Любить, значит, искать, стремиться. Я еще раз подчеркиваю, здесь не имеет значения образование, наши умственные способности. Здесь говорится о другом. «Желаешь ли ты знать истину? Ищешь ли ты? Готов ли ты ради вот этой страсти? А любовь не может быть без страсти. Любовь не может быть без внутренней энергии. То есть готов ли ты вот с этой страстью, с этой энергией искать истину и прорываться через тонны всевозможной лжи, обмана, подделок, всевозможных там псевдовещей? То есть готов ли ты идти через все это? И можно пройти через ложь, неправду, обман, только если у тебя на самом деле внутри живет настоящая страсть, настоящая тяга. Тяга, стремление, стремление к истине. Это намного больше, чем просто знать вот это он правду говорит или неправду говорит. Вы знаете, любовь к истине означает стремление познать суть, суть вещей. Я, когда не так давно вот перечитывал это послание апостола Павла к фессалоникийцам, я вот наткнулся на эти слова, да, любовь к истине, да, любви истины, сразу почему-то вспомнил знаменитые строки из стихотворения Бориса Пастернака, где наш гениальный писатель-поэт пишет «Во всем мне хочется дойти до самой сути, в работе, в поиске пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины, все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытия». Мы по-настоящему можем жить, если у нас есть вот это стремление, внутренняя жажда. Опять-таки я хочу подчеркнуть, здесь не имеет, не имеет значения даже образование, там, или наши способности, таланты. Это вот именно внутренняя тяга познать суть, познать истину, дойти вот до сердцевины, до корней. Не просто как-то барахтаться на поверхности, просто знакомиться с вещами чисто поверхностно. К сожалению, сегодня очень многих это устраивает. Просто, знаете, вот как бы нахватываться, от свершков и в жизни поверхностные отношения. С друзьями очень поверхностные отношения. В семье очень поверхностные отношения. Поверхностные отношения к своему делу. Просто вот никак не назовешь человека профессионалом, вот он так на поверхности находится. И это тоже связано, конечно же, с верой. Сколько сегодня христиан, которые просто барахтаются на поверхности. Вот поднахватались каких-то терминов, поднахватались каких-то вещей, позаучивали какие-то ключевые библейские стихи. И кажется, все, истина у них в кармане. И они не хотят ни искать дальше, ни думать, ни рассуждать. Им достаточно. Потому что, знаете, искать – это в чем-то опасность. Порой можно найти не то, что ты хотел. Казалось бы, почему все они стоят за истину? А потому что за истину быть порой невыгодно, а иногда даже опасно быть за истину. Поэтому многие предпочитают не углубляться, не заходить далеко. И вот в 59-й главе пророк Исаия пишет, вот картина, которую Исаия рисует, картина современного общества, вы знаете, она не изменилась. Сегодня все точно так же. Точно так же. 59-я глава Исаия, 13-й стих. Мы изменили и солгали пред Господом, и отступили от Бога нашего, говорили клевету и измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова, и суд отступил назад, и правда стала вдали. Ибо истина приткнулась на площади, и честность не может войти, и не стала истиной, и удаляющийся от зла подвергается оскорблением. И здесь, смотрите, Исаия показывает, что вся ложь этого мира исходит из того, что люди, смотрите, изменили и солгали пред Господом, отступили от Бога. Сегодня очень часто говорят, что вера в Бога – это какой-то старый пережиток. Вот это что-то такое, не имеющее отношения к жизни. Это что-то такое для людей консервативных, которым надо верить, вот они верят. Но в действительности вера в Бога является основой всего, всех взаимоотношений в нашем обществе. Потому что, когда мы с Богом, мы можем стремиться к истине, потому что мы любим истину, потому что эта любовь наполняет наше сердце, любовь, которая изливается с небес. А отступая от Бога, мы одновременно сами себя обрекаем на ложь. Ложь в нашей жизни, во наших отношениях, в наших семьях, в государстве, в политике, в экономике. Постоянная ложь, 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 ложь. И все исходит из того, что люди отступают от Бога. Мир, проказывает пророк Исаия, он словно тонет во лжи. И здесь дело не в том, что люди часто не понимают, где правда, где неправда. Проблема в том, что часто очень сложно стоять за правду. Трудно. А лгать выгодно. Жить во лжи спокойнее. Жить во лжи проще. И когда в жизни часто есть выбор между ложью и истиной, люди выбирают ложь. А истина вступает в конфликт со многими вещами. В том числе с нашими, с вещами, которые нам дороги. С вещами, которые для нас близки. И вот, знаете, стоять за истину, даже наперекор тому, что может быть тебе дорого. Это очень сложный выбор в жизни. Хочешь закрыть глаза и сказать, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего не буду говорить. Это выгодная позиция. А кто я такой? Я человек маленький. А что от меня зависит? Ничего не зависит. Ну пойду на компромисс. Какое дело там Богу даже до меня? Он так далеко. Он такой великий. Я помню в свое время человек, которого сам Александр Сергеевич Пушкин называл одним из лучших современников, один из умнейших нравственных современников того поколения, Петр Чаадаев. Так вот, послушайте, в одном из своих вещей, из своих писем Чаадаев пишет. «Прекрасная вещь – любовь к Отечеству. Но есть нечто более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к Отечеству рождает героев. Любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к Родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур, любовь к истине распространяет свет знания, создает духовное наслаждение, приближает людей к Божеству». Кажется, а зачем Петр Чаадаев противопоставляет любовь к Родине и любви к истине? А потому что иногда бывают в жизни такие сложные выборы. я думаю, многие смотрели несколько лет назад вышедший фильм «Аватар». Видели фильм «Аватар», да? Даже попросил как бы несколько сделать кадров из этого фильма. вкратце, кто не видел, сюжет этого фильма заключается в том, что это фантазия о будущем. В будущем люди летают к планете Пандора, потому что на Пандоре находятся очень ценные минералы очень и очень дорогие. И поэтому люди летают на Пандору, чтобы взять эти ценные минералы и разбогатеть. И вот на Пандору летит землянин, морской пехотинец, инвалид, который потерял ноги. Ему обещают, что за этот полет он получит средства для операции восстановления ног. И вот он летит на эту Пандору и внедряется в одно из племен, которое местных аборигенов. А местные аборигены вот там вот такого вида. Они такие синие, с такими ушками красивыми. Ну, в чем-то похожее, в чем-то не похожее на землян. Внедряется среди них в виде аватара. То есть внешне он, как все они, такой же синенький с ушками. Красавчик. Ну, на самом деле внутри это земной человек, и он как аватаром управляет и живет. И цель этого морского пехотинца на этой Пандоре вот в этом, в это племя внедриться, где очень богатое скопление всех минералов находится, и уговорить это племя оставить землю, отдать эту землю землянам, чтобы они могли эти минералы достать. А если они не согласятся, то у него есть тайное задание сделать все, чтобы земляне могли уничтожить это племя. И вот этот морской пехотинец оказывается на этой Пандоре как такой лазутчик в стане врага. И со временем его покоряет та красота и гармония того мира, в котором вот эти аборигены Пандоры живут. И он вдруг начинает понимать, что вот то задание, с которым он прилетел к этим аборигенам Пандоры, оно ведь нечестное задание. И то, что он делает, он их обманывает. Этих людей, которые живут в мире, в гармонии, обманывает. И вот, знаете, вот этот сложный выбор, что избрать, правду, которую он увидит, безусловно, на стороне аборигенов Пандоры или своих кровных, родных, дорогих землян. Потому что пойти за правдой в этой ситуации было, значит, оставить те задания, которые ему дали военные землян. И вот он стоит перед этим выбором истинно или не только там свой народ, а вообще своя земля, своя раса человеческая. Сложный выбор. Сложный выбор. Свои или правда. И вот, казалось бы, такая глобальная проблема, но она проявляется ведь во многом. Когда вот я часто, как родитель, бывает вижу, что там возник конфликт между моими детьми, еще какими-то детьми, и ты вникаешь, и вдруг понимаешь, что твои дети-то неправы, но это ж твои дети, а своих детей хочется защищать, даже если они в сто раз неправы, правда же? Возникает вопрос, а пойдет ли моим детям на пользу, если я их буду защищать, даже если они во лжи находятся, даже если одни обманывают. И, к сожалению, очень часто вот эти кровные, родственные связи, еще какие-то другие, они побеждают, и мы думаем, да ладно, главное, чтобы своим хорошо было. И мы закрываем глаза на истину, мы идем на компромисс, и мы начинаем постепенно терять вот эту любовь к истине, страсть к истине, и мы все больше и больше и больше и больше запутываемся в видах всевозможной лжи. И, к сожалению, сегодня точно так же, как этот мир находится во лже, точно так же христианский мир во многом просто лежит во лжи. Те же самые обман, неправда, псевдо-всевозможные чудеса и прочее, прочее. Вы знаете, очень интересно, в средние века был такой правитель восточный Хасан Ибн Сабах. Очень был видный шиитский такой, мусульманский деятель. Так вот, Хасан Ибн Сабах являлся основателем государства ассасинов. Ассасины такой мусульманский религиозный орден. Члены этого ордена готовы были умереть по первому приказу Ибн Сабаха. Жизнь ассасина всецело принадлежала Ибн Сабаху, и они называли его старец горы или великий владыка. Для ассасинов он был ставленник Аллаха, глашатой воли Аллаха. Я вам прочитаю кусочек заметки из воспоминаний одного европейского посла, который посетил крепость Ибн Сабаха. И вот, послушайте, что пишет европейский посол. Хасан обладал прямо-таки мистической властью над своими подданными. Желая продемонстрировать их фанатичную преданность, Хасан сделал едва заметный взмах рукой и несколько стражников, стоявших на крепостных стенах по его приказу, незамедлительно сбросились в глубокое ущелье. То есть правитель, который показывает знак своим солдатам, ассасинам, просто взмахом в руки, и те падают с высокой крепостной стены насмерть развиваются. Как же умудряются добиться такого беспрекословного повиновения, повиновения вплоть до смерти? И все дело в том, что Ибн Сабах придумал довольно простую, но очень эффектную подготовку своих воинов-смертников. Таких вот, как бы, это были террористы средних веков. Кандидат в эти воины-смертники приглашался в дом Ибн Сабаха, который назывался преддверием рая, и там его опаивали всевозможными наркотическими напитками из опиума и прочего, и он впадал в беспамятство. И когда он впадал в это состояние беспамятства, его брали и переносили в искусственно созданный рай. Когда кандидат в ассасин и открывал глаза, он вдруг видел себя в прекрасном месте. Цветы, река, столы стоят с явствами всевозможными, вина разные, а вокруг прекрасные девы, эти гурии, ну, изображающие таких небесных гурий, всевозможных, которые окружали его нежностью, любовью, и говорили ему, что его ждут здесь, в этом раю, где он может кушать, пить, наслаждаться любовью своими прекрасными девами. Но чтобы попасть сюда, он должен быть послушным и умереть за Ибн Сабаха. И потом снова ему подмешивали опиум, он впадал в беспамятство, его переносили обратно, где он находился, и вот он открывает глаза, и снова обычная земля, обычное место, но это место его уже совершенно не радовало, потому что он всеми своими мыслями был там, в райском саду, и он не просто не боялся смерти, а он искал смерти, чтобы там оказаться снова, потому что эта земля уже перестала в его глазах иметь хоть какую-то ценность. То есть видите, что ложь, то, что мы с вами читали в послании Павла к фессалоникийцам, вот это беззаконие пытается под всевозможными прикрытиями представлять разные ложные чудеса, ложные знамения, вот этот ложный рай, все для того, чтобы обмануть и подчинить человека своей воле. Не случайно Ибн Сабах любил повторять рай покоится в тени сабель. То есть когда ассасин принимал смерть, он сразу, моментально оказывался в район. Вообще Ибн Сабах был мастером всевозможной лжи и он утверждал свою как бы божественную власть всевозможными фальсификациями чудес, фальсификациями чудес. Например, в одном из помещений его крепости на полу было такое сделано медное блюдо с прорезью посередине, а под медным блюдом невидимо, скрыто было целое такое пространство, чтобы там поместился человек. И вот кто-то из помощников Ибн Сабаха прятался там и выставлял голову на этом блюду. Голову маскировали, как будто это голова уже неживая и отрубленная. И вот молодые ассасины входили в это помещение, видели поднос, на котором голова одного из помощников, отрубленная, как они думали, отрубленная голова одного из помощников их начальствующего, и они смотрели, и тут появлялся Ибн Сабах, начинал делать какие-то там жесты, начинал говорить какие-то таинственные заклинания, и вдруг голова открывала глаза и начинала говорить. Ей задавали вопросы, и голова отвечала на все эти вопросы. Молодые ассасины были просто в изумлении. Какой великий посланник Божий, что даже мертвую голову может оживить. И в восхищении они выходили. И вот знаете, что интересно, когда они выходили, этого помощника доставали оттуда, и ему сразу в действительности отрубали голову. А потом уже на похожем подносе, но без прорези эту голову выносили, чтобы все убедились, голова-то была настоящая, отрубленная. У Ибн-Сабаха было несколько двойников, и тоже одно из подтверждений своей божественной, то, что он делал, какой-то двойник в одежде Ибн-Сабаха, как все думали, что он выбегал в город и демонстративно поджигал себя, умирал и как бы этим символизировал, что он уходит на небо. А потом на следующий день они видели Ибн-Сабаха, целого и невредимого, который уже с небес пришел. И все думают, да, великий человек сжигает сам себя, уходит на небеса, а на следующий день появляется снова на земле. В общем, это был не только хитрый политический и религиозный деятель, это был талантливый мистификатор, такой Копперфильт того времени. Но только Копперфильт, он говорит, что то, что он показывает, это фокусы. А Ибн-Сабах, как и все религиозные шарлатаны, представляет свои фокусы в виде чудес, в виде чудес, которые так поражали людей. И мы видим драгоценное, что огромное количество лжи, фальши, лицемерия во всех религиях, действительно, не только там ислам или еще, в христианстве, везде, много. Потому что люди понимают, чтобы оказать влияние, чтобы подчинить свои воли, нужно представить людям что-то особенное, удивительное, сверхъестественное, чтобы все увидали это сверхъестественное и сказали, воистину Бог есть. Иначе как такое может быть? Как я не так давно видел картинку, и там врачи делают операцию, и там написано, если операция неудачная, все говорят, да, ошиблись врачи, а если операция удачная, слава Господу. Мы так приписываем, что если Бог должно быть обязательно что-то удивительное, чудесное, расчудесное, этим и пользуются шарлатаны, чтобы обмануть, если возможно, и избранных. не случайно, когда Иисус говорит в последнем времени, да, об Антихристе, что он привлечет как люди ложными чудесами и ложными знамениями. Опять это псевдо, псевдо, псевдо. Мы живем в этом мире, когда столько всевозможного псевдо, и самое печальное, когда люди убеждаются, что чудеса, в которые они когда-то так сильно верили, или проповедник, которым они когда-то так сильно доверяли, оказался просто-напросто манипулятором, то вы знаете, что они не в нем разочаровываются, а они вообще в Боге разочаровываются. И хочется задать вопрос, дорогие, а какое отношение имеет к Богу вот этот шарлатан, который все это понапридумывал? В нем разочаруйся, а не в Боге. Потому что за тем, что он делает, не Господь стоял, а Сатана. Это он вдохновляет беззаконника на всевозможные ложные чудеса и ложные знамения. И может быть, ты скажешь, пастор, ну а как же в наше время, когда, ну буквально можно все фальсифицировать, можно делать фотографии непонятные, там, снежных людей фотографируют, инопланетян фотографируют, какие-то огромные кости фотографируют. И непонятно, где здесь настоящий кадр, а где здесь фотошоп. Мы живем в мире, когда, казалось бы, лгать можно просто, можно делать ложные фотографии, изготавливать ложные видеосюжеты. Благодаря всевозможным психологическим трюкам выдавать черное за белое, белое за черное. Не случайно тот же Исаик говорит, горе тому, кто добро называет злом, а зло называет добром. Мы живем с вами в этом горе, где все вот так вот перемешано. И ты скажешь, как я, откуда же мне все знать-то? А может, на самом деле и нет никакой истины, а может, на самом деле и нет никакой правды, а может, на самом деле, как говорят, правда-то у каждого своя. Чего тут я ищу? Именно об этом говорил Иисус. и давайте посмотрим Евангелие Иоанна, 8 главу, 31 стих. Вот Иисус, смотрите, обращается к уверовавшим в Него иудеям и говорит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину и истина сделает вас свободными. Нигде Иисус не учил, что истина абстрактна, настоящей истины не существует, у каждого своя правда. Нет, Он говорил об истине, и не просто об истине, а о истине, которую можно познать. И более того, Он утверждал, что если ты хочешь быть по-настоящему свободным, ты должен познавать истину. Такая, знаете, мирская мудрость говорит совершенно противоположное. Мирская мудрость утверждает, меньше знаешь, крепче спишь. Зачем мне что-то знать, тем более истину? Это ж какая великая ответственность. Уную познаю истину, я же в рабстве окажусь у этой истины. Лучше ничего не буду знать. Не хочу ничего знать. Не надо ничего знать. Не хочу. Не хочу. Вы знаете, сколько раз ко мне приходят люди верующие. У нас в церкви есть консультации, у нас есть в церкви верующие психологи, которые помогают с решением семейных проблем, проблем воспитания с детьми. И так же люди могут записываться на встречу со мной. И вот когда люди записываются на встречу со мной, чтобы пообщаться, обсудить со мной какие-то важные их жизненные проблемы, или они, может быть, стоят на пороге какого-то выбора, им нужен совет пастора. И вот они ко мне приходят, и вы знаете, я очень часто наблюдаю, что люди не приходят узнать мое мнение. Люди просто-напросто хотят, чтобы я подтвердил уже то, что они решили. И когда я во время этих общений вдруг... А вы знаете, а мне тоже сложно бывает, потому что я вот сижу и смотрю на дорогого мне близкого человека, моего брата или мою сестру, с которым мы уже не первый год вместе ходим в церковь нашу. Но я понимаю, что тот вопрос, с которым он пришел, он непростой. И мое мнение, я уже понимаю это, внутри себя, не обрадует этого человека, потому что он хочет услышать из моих ус другое, просто чтобы я подтвердил то, что он думает. И так бывает сложно переступить через себя, потому что ты знаешь, если ты скажешь то, что ты реально внутри знаешь и понимаешь, то это обидит этого человека, он может вообще огорчиться, как что-то пастор непонятно что говорит, может вообще обидеться из церкви уйти. У нас и такие примеры были, когда я не говорил людям то, что они хотели слушать. Сколько было примеров, когда вы знаете, это не часто бывает, но иногда бывает, когда приходят люди ко мне, они хотят объявлять помолвку или в брак вступать, и они начинают общаться, я смотрю и вижу, что если у них уже сейчас такие отношения, то в будущем ничего хорошего не ждет их. Я чувствую, что им по крайней мере нужно подождать с этой свадьбой, по крайней мере подождать с женитьбой. И я начинаю об этом говорить, я вижу, как они смотрят на меня с ужасом, нет, нет, пастор, да ты что, нет, нам нужно, чтобы ты просто благословил, Бог нас благословил, ты благословил, и все, нам не нужно, чтобы ты там что-то нам говорил, что расходится с нашими планами и целями. И вот смотришь на них и понимаешь, ну, мне несложно, мне даже легко сказать то, что вы хотите слышать, но ведь вам потом жить, вам потом жить. и сколько я в жизни примеров, вот только служители знают, пережил, когда потом ко мне приходят те же самые люди и говорят, пастор, как ты был прав, и они еще меня обвиняют, что я не настаивал, ты должен был нам запретить, я говорю, поймите, у нас не та церковь, где запрещают, я не могу запрещать, есть церкви, там запрещают, отлучают, весело живут, у нас нет, я могу просто сказать тебе свое мнение, но это твоя жизнь, но ты должен был меня заставить, то есть ты даже хочешь, чтобы истине ты был подвержен через манипуляцию, но ложь манипулирует, истина действует иначе, через любовь к истине, вот дойти до сути, дойти до сути своих отношений, это страшно бывает, когда ты понимаешь, а может быть отношения и не стоит вообще дальше развивать-то, нет, 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 лучше не буду выходить до сути, все хорошо, все весело, все нормально, а что потом, то будет потом, одеваешь розовые очки и живешь весело, поэтому апостол и говорит, что это важно, любовь к истине, а Иисус учит, что только по-настоящему, любя истину и познавая ее, а познавая без любви к истине, ты не сможешь ее познавать, ты можешь быть свободным, это неправда, что познаешь истину и станешь рабом, познаешь истину и станешь ограниченным, Иисус учит о другом, познаешь истину и станешь свободным, и это тоже страшно, намного проще, вот туда пошел, вот туда пошел, вот то сделал, у нас же как-то с самого детства, вот как вот, есть такая система, ты еще не родился, а уже система была разработана, и ты как только родился, ты уже вошел в эту систему, я как вот родился, вошел в эту систему сразу, в ясельке сначала пошел, потом в детский садик, потом в школу, ну как все мы, да, вот такая система, где там в Библии написано, что надо детей с трех лет там в ясельке отдавать, у нас вот сын, ему 4 года, он говорит, а у нас ходит садик? Я говорю, нет, он говорит, почему? Говорит, потому что Бог выдал не детскому садику, а мне. Я сам ходил в детский садик, я ведь знаю, каково там, я что, враг своему сыну, что ли? Я бы его и в школу не отпускал, жена не согласна пока. Скажу, как, там такие, социализация, такая социализация. Уж прямо какая социализация, сломают там тебя и все, вся социализация твоя. Быть как все. Потому что на самом деле вот эта свобода, это в чем-то независимость. А люди опять-таки боятся вот этой независимости, вот этой свободы. Уж лучше пускай я буду во лжи, как все там. Это и спокойнее, и проще, и безопаснее. И мы строим из себя таких наивных, ничего не знаю, ой, ой, а я не знал, а я не знал. А может быть, ты не хотел знать? Не хотел видеть? Потому что на самом деле, я еще раз говорю, в этой жизни не так-то уж сложно отличить ложь от истины. Сложно стоять за истину, потому что это опять-таки невыгодно. И в 18 главе Евангелия от Иоанна опять наш Господь, но уже перед Пилатом говорит об истине. И вот 37 стих 18 главы Евангелия Иоанна. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине всякий, кто от истины слушает глаза моего». То есть, если ты по-настоящему ищешь, по-настоящему стремишься, ты познаешь, ты постигнешь, ты увидишь разницу. Но Пилат, как философ того времени, а правители Рима нередко были и философами, философствующими такими, сказал Иисусу, что есть истина. И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, я никакой вины не нахожу в нем. Пилат отвечает, как отвечают все люди. И того времени, нашего времени, люди, которые не хотят искать истину, а хотят просто удобно прожить, комфортно прожить. Что они говорят? А что такое истина? Ну что такое истина? Ну у каждого своя истина. Ну ты так думаешь, я так думаю. Ты с этой стороны смотришь, с этой стороны смотришь. Вот так вот. Иисус ему ничего на это не ответил. Он просто показал ему Любишь истину, познаешь истину Нет того, кто любит истину, стремится к истине, ищет истину и не найдет ее Нет, если ты любишь, ты познаешь истину Ты пребудешь в истине И таким образом ты сможешь видеть вещи до самой сути До сердцевины, до корней И только так ты можешь быть по-настоящему свободным человеком Свободным от религиозных иллюзий Свободным от манипуляций Свободны от этого Опять-таки я говорю, это порой бывает опасно, когда многие люди подвластны манипуляциям Но это выбор, который стоит перед каждым из нас Прошлая проповедь, в то воскресенье У нас была на тему Жизни На краю Смерти Я говорил о пяти сожалениях Которые бывают у умирающих перед смертью Так вот, ни один из умирающих никогда не жалел Что выбрал истину Не жалел А вот о компромиссах жалели Хотя, когда они выбирали компромисс Им это казалось наиболее прагматичным Верным И правильным решением А потом жалели об этом А потом каялись в этом Я не думаю, что нам нужно дожидаться окончания земной жизни Чтобы полюбить истину Здесь и сейчас Потому что мы с вами служим Богу Который сам себя назвал истиной Иисус сказал Я и с ним путь Истина И жизнь Если ты идешь путем любви Ты приходишь к истине А находишь истину Получаешь свободу и жизнь Свободу и жизнь И ты уже не просто часть толпы Любой агрессивной Религиозной толпы Церковной толпы Ты человек Который стоит пред Господом И нас может быть много Но каждый из нас Имеет личное отношение с Богом Потому что он Познает истину И эта истина делает его Свободным Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok